Билл Гейтс о наилучшем ходе развития событий для экономики США Возвращаемся к эфиру с Биллом Гейтсом, чей фонд уже выделил более четверти миллиарда долларов на борьбу с COVID-19. Позвольте мне спросить вас об экономике. В попытках выхода из карантина одни штаты открываются быстрее других. Некоторые страны открываются раньше остальных. Можем ли мы быть уверены в том, что этапы выхода из карантина, предложенные правительством, правильные? И я спрашиваю об этом, потому что, например, есть много губернаторов, критикующих сделанные прогнозы. Губернатор Флориды говорит, послушайте, различные математические модели предсказывали, что нам понадобится 200-300 тысяч больничных коек для пациентов больных COVID-19, а у нас есть только 2000 коек. Другими словами, прогнозы не оправдались. Подразумевалось, что они должны были запереть огромное количество людей на самоизоляцию, но этого не получилось. И более того, эти люди чувствуют себя хорошо. Что вы можете сказать? Не сказал бы, что у них все хорошо. Они не страдают от широкого распространения болезни, пока что. Сейчас они откроются, а потом уравняются в экспоненциальном росте с Нью-Йорком из-за этого. Из-за экспоненциальной природы этого явления, некоторые модели были совершенно неэффективны. И для таких случаев идеальную модель никогда не разработать. Но мы можем научиться, даже когда есть страны, которые отправляют маленьких детей обратно в школы. Германия, Нидерланды, Австрия. У них есть хорошая система тестирования, более компетентная, чем в США. Так что они действительно смогут увидеть результат. Еще есть Норвегия с другим типом стратегии. А проблема Соединенных Штатов заключается в том, что любой штат, который заходит слишком далеко и входит в этот экспоненциальный рост, обязательно посеет вирус в других частях этой страны или в других странах. И в итоге это станет международной проблемой. Заражение усилится и с этим будет нелегко справиться. Но необходимость в тестах все-таки есть. Я бы даже не стал спорить с этим, но пока что мы к этому не готовы. И вообще разработки должны проводиться на федеральном уровне. Все говорят, что когда мы выйдем из карантина, то это будет очень медленный процесс. Для экономики тоже частично. Люди ожидают ее возобновления на 20-30%. Дайте нам ваш лучший вариант развития событий. Уверен, вы слышали эту концепцию молотка и танца. Удар молотком, а затем танец, как начало открытия экономики и внедрение своего рода умеренного социального дистанцирования. Чего мы сможем достичь? Каков же хороший сценарий, по вашему мнению? Вы знаете, в лучшем случае вы берете высокоуровневые мероприятия, такие как школа, производство, строительство. И выясняете, как наладить их работу в условиях этих всех масок и социального дистанцирования. Вы же знаете, что такое школа. Это куча детей в коридорах или в столовой. А потом вдруг поймут, что школа является источником инфекции, которая распространяется на старших, что тогда вызвало бы определенный уровень смертности. А могу я просто спросить вас о школах? Ведь всем интересно и все волнуются. У вас трое детей, и вы знаете, что такое школа. Типа куча толпы в коридорах, классах и комнатах. Это почти что целостное определение школы. Как вообще наладить этот учебный образовательный процесс? Ну, конечно, в вопросах младших классов онлайн-образование значительно уступает уровню колледжей, где онлайн можно разобраться с вопросом, как минимум, с профессорами. То, что я изучал о распространении инфекции, дает мне понимание, что восстановление школьного процесса будет действительно длительным. Есть, конечно, некоторые европейские страны, которые двигаются в этом направлении куда быстрее. Благодаря их системе тестирования, они понимают, какова вирусная нагрузка в сравнении с семьями, где дети ходят в школу, и с семьями, где они не ходят. Таким образом, в течение этого лета кое-что из этого уже будет изучено. И осенью это будет одним из самых сложных вопросов. Он прямо-таки на грани возможного и невозможного. Особенно для учеников, чьи семьи имеют низкий доход. Для них онлайн-обучение не полностью доступно, потому что у них либо нет оборудования, либо нет связи, либо нет готовых на это учителей. Вы знаете, неравенство в образовании только усилилось. Если придумаем, как учить детей 12 лет этой осенью, то будет классно. Я даже думаю, что если мы немного пофантазируем и дела пойдут хорошо, то сможем заняться и колледжами в том числе. Но также много данных будет изучено глобально. Мы также должны ожидать прогресс в создании новых инструментов. Так что, вероятно, уже в августе будет некий протокол, в котором будет указано, сколько школ будет открыто. Да и вообще, знаете, мы все равно не будем знать достаточно о том, что делать до начала следующего учебного года. Итак, вы написали в своем блоге Gates Notes, что экономика не будет такой, какой она была. Потребуется много времени, чтобы она пришла в себя. Люди будут удивлены, как медленно и утомительно это будет происходить. Так что же такого видит фондовый рынок, чего вы, Билл Гейтс, не видите? Ну вы знаете, у некоторых компаний их заработки просели. Если взять, допустим, отчеты за 2 года, то все еще будет достаточно прибыли в годовом промежутке от 3 до сколько-то там лет. И прогноз не изменился бы так сильно. Таким образом, если у вас есть компании, которые не сталкиваются с проблемой ликвидности, чья долгосрочная прибыльность высокая, то корректировка этого прогноза не обязательно настолько драматична. У вас есть экономика, которая будет работать на более низком уровне, которая влияет на все виды расходов и доходов. У меня нет сомнений, что так будет долгие годы. И это должно повлиять на общие прогнозы. Вы знаете, сейчас не так много хороших инвестиций. Я имею в виду, что перспектива покупки ценных бумаг сегодня не кажется привлекательной. Но я же не эксперт. Я эксперт по вакцинам и терапии. Я говорю с людьми об экономике, и меня, как и вас, немного удивляет то, как сейчас ведет себя рынок. Но вы знаете, я не собираюсь на этом концентрироваться. А удивлены ли вы тем, что, например, акции Microsoft торгуются по той же цене, что и в декабре до коронавируса? Вы знаете, технические компании в некотором смысле выигрывают от ускорения перехода к цифровым подходам. Даже если в ближайшие несколько лет будет много клиентов, которым они будут помогать. Допустим, предоставлять бесплатные лицензии. Продолжение следует... Продолжение следует...